Это понятная политика. Здравствуйте. 750 миллиардов евро потерь, пустые склады с вооружением и статус недееспособного субъекта мировой политики. Это все про Европейский Союз. СВО в Украине обнажило международные отношения предельно прозрачно. И стало понятно, что в паре США и ЕС далеко не равные отношения. На территории Европы американцы вовсю хозяйничают и играют без правил. Убивают Евросоюз точечно в разных сферах. Результаты настолько очевидны, что можно сказать, тяжело ранить уже получилось. Как Вашингтон подчиняет и нагибает 27 стран Старого Света. С нас только факты, выводы делать вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заклеивать окна фольгой, ходить в свитере и стучать на соседей, если у них дома больше 19 градусов тепла. Мыться как можно реже. Вот так евроэлиты предложили простым людям обходиться без российского газа. Потери колоссальные, экономические и моральные. Акказ от приобретения российского голубого топлива на фоне проведения СВО уже обошелся Европе в 1 триллион долларов. Такую сумму называет американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику. Как отмечает агентство, неутешительная цифра складывается из-за скачка цен на электроэнергию для европейских компаний и населения. Другие аналитики дают еще более жуткую цифру. 1,6 триллиона долларов потерь. Дальше больше. За 2022 год ВВП стран Евросоюза сократился всего на 1%. На этот год экономисты рисуют куда более грустную картину. Спад на 11,5%. Под давлением американского лобби страны ЕС ввели санкции против российского голубого топлива. Как пример, Берлин покупал голубое топливо у Москвы за 130 долларов за тысячу кубометров. Теперь же США поставляют в ту же Германию по 719 долларов за ту же тысячу кубу. Супер предложение покупать в 7 раз дороже. Но даже в контексте санкции Германия поначалу сказала нет. Считать там все же умеют и согласилась на условия Кремля платить за газ в рублях. Озвучили это решение 21 мая минувшего года. Тогда Белый дом пошел другим путем. Дело сделано. Эта смс отправила 26 сентября премьер-министр Великобритании Ли Страсс своему господину из Вашингтона, госсекретарю Блинкену. Речь, конечно, об уничтожении северных потоков. США взорвали нитки северного потока из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы. Вот что сделал Байден и вот итог этой истории. Почему так много людей, в том числе разведка, обеспокоены этим? Он сказал, у меня большая война с Украиной. Это плохо смотрится. Я хочу быть уверен, что у меня есть поддержка Германии и Западной Европы. Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим из игры. И энергетика здесь является именно ключом к европейской, с одной стороны, независимости, а с другой стороны, утеря доступа к дешевым энергоносителям автоматически означает появление слабой и зависимой от Соединенных Штатов Америки и Европы. Это стратегическая игра в свете энергетики. И Соединенные Штаты Америки, взорвав газопроводы, лишний раз показали, что это и есть их истинный момент, истинный для их сегодняшнего отношения к Европе. И это их долгосрочные цели, которые они будут реализовывать от подобного рода средств. США приступили к последнему этапу захвата Европы. Так описывали СМИ американские инсинуации диверсии. Пугая Европу зависимостью от российских энергоносителей, США убили двух зайцев. Вернули потерянное доминирование на европейском энергорынке и получили еще больше рычагов влияния. События на Украине спровоцировали скачок экспорта американской нефти в Европу, пишет The Wall Street Journal. На фоне сокращения поставок из России с февраля прошлого года среднемесячный объем морских перевозок из США в Европу вырос на 38% по сравнению с 2021 годом, пишет издание со ссылкой на компанию КПЛЕР, которая отслеживает перемещение судов. С учетом роста поставок из Мексиканского залива Европа стала основным пунктом назначения для американской нефти вместо Азии. Удвоились и поставки в Европу американского СПГ. Вот такая честная конкуренция. Подорвав северные потоки, американцы вынудили Европу окончательно перейти на американский газ. И в этой ситуации Европа однозначно проигрывает. Танкеры из океана совсем не то же самое, что труба из соседней страны. Себестоимость выросла кратно, равно как и коммунальные платежи простых граждан. Стоимость энергии для промышленности и бизнеса в ЕС увеличилась в некоторых случаях в 10 раз. Смысл организации всего этого хаоса вокруг Украины для его архитекторов, американцев и англичан заключается именно в уничтожении Европы. Для Вашингтона ЕС это стратегическая угроза. Потому что если объединить европейские технологии с нашими ресурсами, это будет новый субъект глобальной конкуренции, который просто не оставит Соединенным Штатам место. Наглости США можно лишь позавидовать. Отобрали дешевый газ, подорвали инфраструктуру, в которую Германия вложила до нескольких миллиардов долларов, а затем пришли и за промышленностью. Из-за дорогих энергоносителей немецкие же компании логично ищут, где выгоднее вести бизнес. И тут как тут Вашингтон. Более 60 промышленных гигантов переносят производство в США. Среди них Вольксваген и Мерседес-Бенц. Вы компания из Германии и подумываете о США, а Клахома на 100% подходящее место. Такие рекламные объявления в изобилии появляются сегодня в Германии. Как сообщает Хендлсблат, в ходе войны на Украине и энергетического кризиса в Германии, США усилили ухаживание за немецкими компаниями. В дополнение к дешевой энергии многие штаты США также предлагают налоговые льготы и другие виды помощи. Особенно это касается южных штатов. «Недавно у нас были самые низкие затраты на электроэнергию в США за 11 из 14 кварталов», говорит Кевин Стит, губернатор штата Оклахома, в интервью «Хендлсблат». Министр торговли штата Джорджия Пэт Уилсон утверждает то же самое. «У нас низкие затраты на электроэнергию, а сети работают стабильно». В том же штате Джорджия обещают переехавшим специалистам помощи льготы строить сразу две АЭС, а в Германии наоборот призывают закрывать. Это же опасно. Более того, к тому же Volkswagen обещали 10 миллиардов долларов субсидий на строительство заводов США по разработке аккумуляторов. После принятия в США закона о прямой поддержке локализованного на территории США бизнеса, акта о снижении инфляции на 369 миллиардов, европейские производители, ослабленные ростом цен на энергетику и санкциями против России, начали переносить отдельные производства опять же в США. Это новые налоги, рабочие места, рост покупательской способности для Вашингтона. И ровно обратные процессы для Брюсселя, то есть еще один источник укрепления экономической мощи США в ущерб Европе. Очевидно, все три пункта оплатят европейские налогоплательщики – шах и мат. И во всей этой ситуации европейцы послушно кивают и щелкают каблуками. Удивительная покорность и бесхребетность. Ваш, что называется, мордой об стол, а вы в ответ еще и улыбку. Схему «партнерства» в больших кавычках США и ЕС довольно образно разложил белорусский лидер. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы, да Господь с вами, вы давно уже его потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже. Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. С экономикой понятно. Приболел Берлин, остальные страны ЕС лихорадят. Но дальше интереснее. Ведь из-за требований Вашингтона помогать Украине, страны Европы отдали большую часть вооружений. Восточные, Словакия, Чехия, Польша и Болгария опустошили даже советские закрома. Первыми правду о ситуации рассказали в Италии. Специалист по оружию Тициана Чакетти рассказал, что у Рима, Франции и других стран ЕС фактически закончились не только вооружения, но и боеприпасы. При этом эксперт отметил, что идея о том, что у России закончится вооружение раньше наших, фантастична. Важно понимать, ставшее символом провала контрнаступления «Леопарды» это не что иное, как авангард немецкой армии. Акции компании-производителя «Райн Метал» упали почти на 15%. А как себя чувствует компания «Дженерал Динамикс» производитель танка «Фабрамс»? Просто прекрасно. Повысились на 18 пунктов. Ведь их техника так и не доехала до Украины. Происходит на практике реализация заветной мечты США – экстренный отказ всей европейской части НАТО от советских вооружений, которые необходимо срочно заменить новыми натовских стандартов. Внимание, вопрос. В условиях энергетического голода и проблем с производством в Европе, чей ВПК сможет предложить наиболее конкурентные условия на основные оборонные заказы из той же Европы – американский или европейский? Это тоже оплатят европейские налогоплательщики. Кстати, про план Байдена по восстановлению Украины на 750 миллиардов долларов мы уже рассказывали в других выпусках. Сюда же и требования госсекретаря Блинкина к странам ЕС нарастить военные расходы до 4% ВВП. А у кого, напомните, страны Евросоюза закупают оружие? Тоже у США. Интересный параллель от американского журналиста. Байден воплощает обратный план маршала в Европе. Он забирает деньги европейцев и оставляет их в нищете. Нефть, газ, оружие. Американские предприятия тем временем радостно подсчитывают сверхприбыли. Украина же очередная в списке как инструмент и поле боя для достижения Белым домом своих интересов. Англосаксам было важно разжечь войну на чужой территории и рассорить Германию и Россию. Разрушительная политика США сегодня дестабилизирует весь континент, как и было задумано. США создали НАТО, чтобы подчинить Европу американскому империализму. Об этом заявил Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии. Отметил политикой тот факт, что мы должны представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса. НАТО теперь, по сути, выступает за США, а не за Европу. Как инструмент США, НАТО фактически ослабляет ЕС. Давно ставшая обузой для развития ЕС, организация теперь играет деструктивную роль в российско-украинском конфликте и политическом ландшафте Европы, пишет Global Times. И пока дядя Сэм требует от европейцев все больше закупаться у него оружием, инфляция в ЕС достигла среднего значения почти 9%. Средний рост цен на продовольствие 23%. Уже в минувшем году почти половина жителей ЕС планировали пользоваться сбережениями, чтобы не снижать уровень жизни. Происходит планомерное сокращение или закрытие индустриального центра Германии. То есть всячески предпринимаются всевозможные шаги, чтобы немецкая промышленность стала неконкурентно способной, чтобы производство выводилось за рубеж, а выводилось куда? Ну, в первую очередь в Соединенные Штаты. И в этом плане и то, что мы сейчас подсажены на дорогой американский газ, то есть та продукция, которая наиболее энергоемка, они, конечно, эти концерны смотрят, где, в какой стране производить ее наиболее рентабельно. Если в США цена на газ в разы дешевле, то, естественно, уже идут разговоры о том, чтобы переносить производство за океаном. Некоторые фирмы уже так и сделали. И мы уже сейчас наблюдаем, в Германии царит рецессия, то есть экономика падает. Эти четыре страны – главный поставщик нелегальных мигрантов в Европейский Союз. По разным подсчетам, с 2015 года и по сегодняшний день за лучшей жизнью от американских бомбардировок и оружия бежало более 10 миллионов человек. Опять же, колоссальная нагрузка на ЕС и финансово и социальное, ведь беженцы ведут себя далеко неблагодарно. В Дрездене беженцы из Ближнего Востока изнасиловали девушку из Украины. Более того, нелегалы из Афганистана и Сирии, как отмечают силовики Германии, живут в своих коммунах и не принимают чужую для себя культуру. Проще говоря, приехали со своим самоваром. Потоки мигрантов действительно создают все виды ситуации в Европе, которые хорошо известны. Это криминогенная ситуация, это распространение наркотиков, это давление, даже если хотите, на рынок труда, потому что мигранты завоевывают ниши, которые раньше занимали жители этих стран. И, наконец, что еще самое важное, идет захват территории. Как помогает Вашингтон беженцам? Повторюсь, из-за их действий люди массово покидали дома. А никак. Финансов на помощь США не выделяет, принимая мигрантов только через специальный отбор. Для сравнения, за время СВО только в Польшу приехало более двух миллионов украинцев. В США – 125 тысяч. Но, будучи в агонии, Брюссель начинает предлагать даже не выстрелы себе в ногу, а прямой наводкой в голову. Еврокомиссия предлагает назначать финансовую контрибуцию в размере 22 тысяч евро за каждого непринятого мигранта. Еще раз, если страна не принимает мигранта, то платит Брюсселю 22 тысячи евро за одного человека. Фантастика, но и здесь торчат уши американцев. Специалисты уверены, ЕС как большое объединение раздражает США. Роль Европы в глазах бугоизбранных – буфер, а нелегалы удобны для этого инструментом. Многочисленные общины мигрантов из стран исламского мира во множестве образовавшихся на территории Европы в последние полвека хорошо организованы и де-факто самоуправляемы. Мусульманские диаспоры перехватывают у традиционных европейских мафий контроль над наркотрафиком. Многие мусульманские общины Европы уже сейчас обособлены от местных властей, так как получают через мечети, культурные центры и благотворительные организации широкое финансирование от Катара, Саудовской Аравии и Турции. Как видим, США лишили Европу суверенитета и заставляют ЕС проводить политику самоуничтожения по многим направлениям. Но кто в здравом уме решится действовать по указке с учетом последствий, которые мы описали выше? Европейская политика представляет собой печальное зрелище. Даже родной капитал уже побежал в США, а европейский хаос – это результат именно американской стратегии. Задача Белого дома – ослабить Россию и ослабить Европу, в идеале добраться потом до Китая. Евросоюз находится в миграционном тупике. Многие из мигрантов не только не желают интегрироваться в европейскую семью, но и создают свои халифаты, заставляя местные власти и население жить по их законам. Вместе с ними в Европу едут представители преступных группировок и боевики. Исполнителями громких терактов последних лет в Лондоне, Брюсселе и Париже стали граждане ЕС – выходцы из уже существующих в Европе национальных анклавов. Если вспомнить, что Аль-Каида, ИГИЛ и другие террористические организации были созданы в свое время США, а террористов в Сирии и Ираке обучают инструкторы ЦРУ, то не исключено, что за подготовкой терактов в Европе стоят эти же лица. Их цель – дестабилизировать ситуацию на континенте, к будущему которого США безразличны. Европейский Союз по объему совокупного валового внутреннего продукта, он немного превосходит США. То есть это самый большой конкурент Соединенным Штатам на планете, как ни странно, ибо обычно мы под таким конкурентом понимаем Китай. Китай. И потому то, что сегодня происходит в Европе, когда ЕС отказался от дешевого российского сырья и на Европейский союз во многом легло финансирование войны на Украине, это означает ослабление глобальной конкурентоспособности ЕС, и это работает в пользу Соединенных Штатов. Вы знаете, даже итоги в таких случаях подводить сложно. Старый свет – это страны с богатой историей и большим технологическим потенциалом. Только представьте, какой результат можно было бы получить совмести на нашем континенте свои достижения ЕС и союзное государство. Вот в Вашингтоне представили и поняли, что это стратегическая угроза. Теперь же мы наблюдаем резкий закат Европы, который рискует стать главным проигравшим в перестройке мирового порядка. Выводы делать вам. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok